В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Проблемы жителей Заполярного района на контроле. В каждом муниципалитете они свои. О том, что волнует жителей Заполярной глубинки, расскажет глава Заполярного района Виктор Ильин. Здравствуйте, Виктор Николаевич! Здравствуйте, Ольга! Совсем недавно вы давали интервью и рассказывали, как ведется работа с обращениями граждан. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее, как ведется, кто обращается, какие проблемы. Надо сказать, что работа с обращениями граждан для меня и депутатов Заполярного района это одна из основных направлений нашей работы, потому что те проблемы, которые жители нам обозначают, естественно, требуют решения. И неважно, в твоих это полномочиях или не в твоих, житель обратился, мы с депутатами так проговорили с самого начала, жители обратились, неважно, чья компетенция, неважно, кто должен решать это самое, мы включаемся и решаем. И, естественно, вот с первых дней у нас пошла активная работа, потому что мы поставили себе задачу объехать все муниципалитеты. Обещая муниципалитеты, мы обязательно встречаемся с населением, ведем прием по личным вопросам. И они идут на прием со своими проблемами, нуждами, желаниями, и, естественно, мы начинаем их отработать. На первых порах, я так скажу, не все у нас получалось, на самом деле, потому что ту планку, которую мы для себя поставили, к ней еще должен быть готов аппарат совета Заполярного района. Потому что на первых порах, когда увидел ответы, которые мне приносили на подпись, меня не устраивали. Они собрались, проговорили и стали работать уже по проблеме. То есть конечная цель. Проблема должна быть решена. Или решена до такой степени, что дальше уже все, гражданин должен понимать, либо у него есть решение проблем, или на сегодняшний день, пока она решиться, не может. Нужно какое-то, может быть, время, или же она не может решиться вообще. Бывают такие, конечно, случаи. И вот, исходя из этого, мы стали работать, работать предметно. И все лучше. Появлялся уже опыт. Мы выходили с решением проблем различной структуры, от кого это решение зависит. И таким образом все лучше, лучше, лучше. На сегодняшний день я хочу сказать, что у нас в Совете Заполярного района имеются, конечно, обращения в работе, но нет очереди. Вот ни ко мне как главе, ни к депутатам. То есть мы работаем совершенно спокойно. И уже у нас нет такого вала, который был в самом начале. Насколько сложно задать свой вопрос жителям Заполярья, жителям глубинки? И каким образом они могут это сделать, чтобы их услышали, чтобы вопрос приняли в работу? Ну, способов, на самом деле, достаточно много. Прежде всего, тот, кто пользуется электронной почтой, может отправить по электронной почте. Когда мы на местах объезжаем, ведем прием граждан, они приходят непосредственно в муниципалитетах, в деревнях, поселках Заполярного района. У меня после 17 часов, 17.30, если нет никаких мероприятий, то любой человек может прийти, ко мне подняться, и я обязательно с ним в этот же день и пообщаюсь. Потому что я работаю где-то часов до полвосьмого. Вот как раз это то время, которое мне позволяет в спокойной обстановке и изучать документы, и работать над ними. И жители могут приходить задавать. Кроме этого, никто не отменял телефон. Причем телефон, у меня один номер, он общедоступен. И жители всегда звонят, мало ли какая проблема, Виктор Николаевич, помогите. Более того, сейчас мы заключили договор о поддержке. Это с МФЦ, и мы можем с помощью МФЦ проводить онлайн прием граждан. Если они желают, не выезжая, но вот непосредственно общаясь через компьютер или телефон. Кто тоже так обращался? Еще пока нет. Мы буквально вот недавно его ввели. Ну, надеюсь, что очень хочется, чтобы вот эта возможность, она была использована жителями. Но МФЦ тоже, там нужно сначала записаться, определенная процедура. Мы посмотрим в ходе работы, насколько она удобна для жителей. Может, где-то чего-то скорректируем. Виктор Николаевич, а как происходит работа с обращениями граждан, вот сам механизм, да, вот этот момент, как вы получили обращение, да, каким-то образом, что происходит, как вы реагируете? Расскажите, можно на примере каком-нибудь. Ну, на самом деле, примеров-то у нас очень много. Ну, возьмем, допустим, обращается гражданин, он может обратиться и к кому-то из депутатов Заполярного района. Потому что мы договорились, да, депутаты, опять же, это те люди, которые работают с жителями и имеют возможность, потому что их тоже, они люди известные, к ним тоже обращаются. И они уже со своей проблемой, которую не могут решить, они идут ко мне. Бывает так, что мы сходимся вместе, а эта проблема уже и у меня, и у депутата. Бывают очень сложные случаи. Ну, вот много таких, которые, во-первых, могут решиться, ну, буквально одним-двумя звонками. Допустим, вот поступил звонок, там, Скоткина. Виктор Николаевич, вот такая проблема, скоро 1 сентября, ребенку нужно идти в школу, посылка зависла. Мы ее заказывали заранее, прошло уже полтора месяца, помогите. Я звоню, это самое, Попову, да, Андрею, говорю, вот такая у нас ситуация. Она реально, он говорит, мы ее отправили, она лежит в аэропорту. Вот, созваниваемся вот так вот и принимаем рейс завтра. Понимаем, что дальше, если мы эту посылку не отправим, то ребенок, ну, представляете, 1 сентября, тебе ничего, обуви нет, чтобы идти в школу, там это самое, костюмы и все остальное. Мы запрашиваем институционный номер, достаем эту посылку, отправляем самолетом. Авиатряд, это самое, как бы тоже идет навстречу, и ребенок получает, и когда обратно мне звонят, говорят, Виктор Николаевич, спасибо вам огромное, это самое, за то, что вот сделал. И ведь это благодарность не Ильину как главе, да, это благодарность всем, кто вот в этом процессе участвовал. Конечно, лучше бы, чтобы этих процессов не было, да, там это самое. Но когда они есть, и когда человек нуждается, и когда говорят, а он шел такой счастливый, 7 килограмм в руках, и вот ты понимаешь, да, вот такие моменты, они должны быть. И, конечно, это единичный такой случай, но бывают случаи, звонят, это самое, есть у нас такая деревня одна, ну, проблемная, с моей точки зрения, не в том, что там проблема-проблема, да, а почему там происходят задержки с выплатами пенсии. Вот есть такая деревня, задержка выплаты пенсии. Вот ниоткуда не поступает, а там начинаем разбираться, да, действительно происходит задержка. И вот пока мы работали в ручном режиме, отслеживали, где это, это самое, опять же, с почты, это самое России, вот, пришла, не пришла, решили эту проблему. Я понимаю, что это неправильная ситуация. То есть люди по этим вопросам звонить, по большому счету, не должны, да, то есть это должно работать автомат. Ну, надеюсь, что этот автомат уже там заработал, и, как бы, вот, проблем с получением пенсии, с своевременным получением пенсии уже нет. Поэтому вот это один момент, ну, вот, телефонных звонков. Другие бывают ситуации, когда, вот, обратился, ну, через нашего депутата, да, обратился гражданин, ему не начислили пенсию. Хотя он на нее рассчитывал, потому что, как КМНС, да, он, у него папа Коми, мама Ненко. И он хотел получить пенсию, как ненят. Документы все были подготовлены, отправлены. А у нас, значит, сведения о национальности дает поселковый совет. Поселковый совет попросил его принести паспорт старый, где он записан, а он был записан там Коми. И на основании этого паспорта поселковый совет отправил документы в пенсионный фонд. Ты не ненец. Он говорит, да как же, я вот, позиция пенсионного фонда, я туда сам ездил, да, разбираться. Я говорю, что? Мы ничего сделать не можем, все документы заведены. Сели. Думаю, ну, нет безвыходных ситуаций. Все равно можно же ее решить, да, потому что, ну, человек не получает пенсию. Ну, давайте, через суд можно? Можно. Давайте будем это самое смотреть, подавать в суд. А потом что-то посидели у меня с советником, с Прилухиной Ларисферной. А давай заново подадим документы. Если не получится, тогда пойдем в суд. Вот, подали заново документы, все получилось. То есть уже поселковый совет дал справку о том, что он ненец. И человек стал получать пенсию. Хотя изначально, вот если бы вот формально подойти, не положено, нет, нет, нет. Все точка. Но кроме этого, мы же не просто отработали, да, вот с ним, потому что такая типовая проблема может быть еще у кого-то. И у нас есть реестр коренных малочисленных народов Севера. И мы как раз выходили, я обращался к Коткину Сергею Николаевичу, спасибо ему большое, да, он дал возможность выступить как раз на совещание, которое проходило в рамках Государственной Думы. Где я попросил, и нас услышали с тем, чтобы реестр явился основанием для пенсионного фонда для начисления пенсий. То есть надеюсь, что все будет приведено в соответствии. И когда нужно будет запрашивать не только в муниципалитете, да, а непосредственно в реестре. Ты включен в реестр, выписка есть, в электронном виде все есть, пожалуйста. Ну да, они же в реестр включают на основании именно национальности, то есть национального признака. Да, именно так. Поэтому вот один вот из таких, вроде бы частный решаем, а можем выйти на решение общего, да, подхода. А есть нерешаемые проблемы, и почему они нерешаемы? Нерешаемые, но есть, конечно, они нерешаемые проблемы, потому что законодательство в той или иной форме не позволяет их решить в пользу того или иного гражданина. Это присутствует. Но вот законодательство, оно же тоже бывает разное, да. Где-то мы на своем региональном уровне можем внести изменения, пусть не в законодательную базу, в нормативно-правовую, с тем, чтобы улучшить, да, это самое, и дать возможность жителям пользоваться. Пример. В Искателях у нас был, дай бог памяти, в 19-м году пожар, двухэтажка там на это самое сгорела, очень много семей осталось без жилья. Когда стали разбираться, жители стали приходить на прием, Виктор Николаевич, каждый вечер практически ко мне приходили, вот как, что, когда, потому что, ну, представляете, ты жил спокойно, и вдруг у тебя жилья не стало. Естественно, это стало беспокоить, и, естественно, хочется получить разъяснение, а когда столкнулись с тем, что в программе, которая есть по переселению из ветхого аварийного, на первом этапе погорельцы есть, на втором этапе почему-то их не включили, позабыли. И вот здесь мы стали отрабатывать, я хочу сказать большое спасибо департаменту, непосредственно Масякову Павлу Александровичу, который отработали. Пусть там было протянуто не с их стороны это самое время, но, тем не менее, эта возможность получилась. И когда уже люди сейчас отзваниваются, говорят спасибо, мы уже начинаем получать там определенные там, не субсидии, у них дают возможность, финансовые, да, там, взамен утраченного жилья. И теперь у них есть право выбора, а какую квартиру купить и где бы ее можно было купить, есть, нету, но это уже есть. И поэтому вот эти вещи тоже, ну, в таком, чтобы вот совсем нерешаемом, наверное, такого нет. Нужно где-то постараться решить на федеральном уровне, если это возможно, да, внести изменения в какой-то закон. А так, все в наших руках, если есть желание, если есть командная работа, если есть возможности, то можно сделать очень много. Я хочу сказать, что вот у нас по нашим обращениям граждан, ну, где-то мы решаем, наверное, процентов на 60. И спасибо всем, с кем мы сотрудничаем, с департаментами, вот, собранием депутатов, нас слышат и помогают. Ну, соответственно, если что-то касается нас и с их стороны приходит обращение, мы тоже помогаем. То есть я всегда говорю, что все вместе командой мы можем решить очень многие вещи, интересы жителей. А вот есть такие проблемы, которые для всех муниципальных образований, прям типовые, что вот такая проблема, которая везде существует и с которым часто жители обращаются, есть такое? Ну, есть такая проблема, конечно, это прежде всего жилье. Потому что во многих муниципалитетах у нас жилье уже устаревшее. И вот тут, когда возникает проблема капитального ремонта, мы начинаем ремонтировать, выделяем бюджет заполярного района, депутаты выделяют деньги на капремонт. И вот сталкиваемся с проблемой недобросовестных подрядчиков, которые начинают халтурить на ремонтах. Естественно, каждый житель хочет получить качественное жилье, а его получить не все добросовестно относятся. И вот здесь, конечно, эта проблема наша общая. Мы с депутатами решили так, что там, где идет капремонт, там присутствуем мы. То ли сами приезжаем, то ли жители, которыми мы взаимодействуем, просим их посмотреть, там скрытые работы и так далее. И они нам говорят о том, что да, вот здесь вот некачественно сделано. Потом проверяем, смотрим. Если да, действительно есть вопросы, то заставляем утеплять, переделывать и так далее. Вот сейчас был непосредственно виски. Там вот ремонтировался дом 12-квартирный. Ну, зима, конечно, покажет. Но, по крайней мере, надеемся, что в доме будет тепло. Я уже разговаривал с теми, кто там живет. Вот сказали, тепло. Вот на сегодняшний день тепло. Я говорю, ну, еще ветра не было. Поэтому давайте посмотрим. Поэтому вот это для нас такая большая, серьезная проблема. Особенно, когда дома построены в 18-м году, а мы их третий раз капиталим. Поверьте, очень жалко денег, которые мы очень часто выбрасываем. Ну, как выбрасываем. Могли бы, наверное, поэффективнее их использовать. А как-то законодательно можно себя обезопасить от таких нерадивых подрядчиков? Это можно как-то сделать на законодательном уровне, чтобы как-то вот, если человек, ну, не человек, а организация уже себя плохо зарекомендовала, какие-то черные списки, это как-то делается? Ну, черные списки есть, это самое. На законодательном уровне сделано практически все. Да, с тем, чтобы можно было с этими товарищами вести жесткую такую претензионную работу. Вот. Но ведь в каждом общем есть частный случай. Кто-то взял вместо хорошего материала, взял бы ушный поставил. Может быть такая ситуация? Может быть. И качество ремонта будет уже гораздо хуже. Или же где-то не в полной мере утеплили потолок. Появляется под крышей кружак, который по весне приведет к тому, что это все растает и в домах начнется течь, капать и так далее. А это безопасность, проводка. Поэтому вот наша задача, там где поступают обращения с просьбой проверить, посмотреть, мы тут же это берем в работу и просим жителей, чтобы они нас информировали. Как только стал появляться кружак, вы нам дайте знать, мы приедем, посмотрим своими глазами. Дальше уже будет наша задача отработать с подрядчиком. Жители не должны в этих ситуациях страдать. Но по-разному везде относятся и подрядчики, и что греха-то эти иногда, и у глав тоже бывает. Занимаются, занимаются, лишний раз не сходят. А мы не профессионалы. Возьмите профессионалов, можно сходить. Поэтому хочу сказать, что вот эти обращения граждан для нас всегда в приоритете. Виктор Николаевич, а какие сложные вопросы поступают или необычные какие-то вопросы поступают, которые решаются или в работе находятся или не удается решить? Ну, вы знаете, вот необычные, ну их много на самом деле, да, там. Это касается и отопления после новогодних праздников. Мне с Коткина звонят, говорят, Виктор Николаевич, нужно подъехать. Вернее, у нас холодно в домах. Мы стали центральное отопление, вот холодно. Ну что, собираемся, едем туда, приходим, да, действительно холодно. В тех домах, которые были раньше сделаны, подключены тепло, форточки открывают, а те чуть подальше, холодно. Походили, посмотрели по всем этим вопросам, вот, переговорили. Наверное, общая была проблема, все дома были сделаны под свои котелки. И они не были сделаны под систему центрального отопления. Предложили им вариант, отработали этот вариант. Они привели свои системы в то состояние, которое от них требовали. Потом приезжал, спрашивал, тепло. Вот вроде бы, ну чего, да, там, вот, есть проблема? А можно было отмахнуть, сказать, вот приехали в котельной 90 градусов, да, на выходе 98, там, вот, у вас в домах должно быть тепло. Все, тема закрыта, извините. Но когда мне здесь понравилась, конечно, работа коммунальщиков, молодцы, подсказали, рассказали, сделали вместе, проблему решили. Или вот, такой особенный, тоже, знаете, вот, случай был у нас. Это, есть жительница округа, да, ну, мы с ней давно дружим, я узнал, что у нее есть проблемы с лекарствами. Причем, ей необходимо лекарство, я уже где-то об этом говорил, ей нужно лекарство, которое, вот, определенного вида. Есть заменители, но они к ней не подходят, потому что там аллергическая реакция и так далее. А его нет у нас. Обзвонили всех, все, Москва там, его перестали поставлять. Она может жить только с этим лекарством. Ну, оказалось, это лекарство производится в Украине. Ну, чего, набираем тех, кто у нас живет в Украине, просим их приобрести это лекарство. А его много. Они перекладывают в пачки, потому что на границе смотрят, сколько вы пачек вывозите. Все это... Не смотрят. Ну, сейчас не смотрят, ну, вот, был такой риск. Вот, все эти пачки в одну все сложили, там, это самое, утрамбовали. Привезли в Москву, с Москвы отправили в Наринмар, с Наринмара отправили дальше, получателю там, это самое, через родственников, все. То есть, ради одного человека мы это сделали. Знаете, сколько было счастья у тех, кто вот до конца довел вот эту ситуацию. Или вот сегодня, пример живой, вот, сижу, вспоминаю. Утром звонок. Виктор Николаевич, спасибо. Я говорю, я, честно говоря, не понимаю, о чем. Виктор Николаевич, ну, наш дом подключили к центральному отоплению. Спасибо, вы тогда приехали, нам рассказали, что можно сделать, как нужно сделать. И вот мы все это дело сделали, теперь у нас дома тепло. Это многоквартирный дом, там, вон, два входа. Вот один вход, они, согласие, это самое, собственников, да, они сказали, мы сделаем, давайте подключать. Подключили, сейчас и звонили. Вот, и, конечно, когда ты команде своей говоришь, ведь это не Ильин один делает. Это совет заполярного района в полном составе, каждую проблему изучает, где можно сделать, где можно нельзя, каким образом можно выйти вот здесь вот решить. Это командная работа. Включаются депутаты. Ведь, когда ты понимаешь, что мы вместе делаем великое дело, пример замечательный совершенно, звонит Александр Сергеевич, это Скоткина у нас, Романов. Говорит, Виктор Николаевич, такая тема, ну вот мы готовились соревнования по волейболу, все, денег не дают, мы не можем собраться на волейбол, сыграть. Это был 23 февраля, ну, к 23 февраля. Помогайте. Я говорю, слушай, я не знаю, у нас это сможем или нет, собираемся депутатами на фракцию себя, да, там, собираемся, говорю, так, мужики, можем? Все посмотрели, так, я вот это возьму, я вот это возьму, тут, так, я здесь решу, аппарат нас посмотрел тоже. Слушай, да, беремся. Треколы, Володя Колыбин, Григорий Сергеев, Давыдов Олег, Коткин Сергей Николаевич включился в это, мы его тоже тут к этому подвязали, он говорит, слушайте, помогу с удовольствием. И когда туда приехали, главы муниципалитетов тоже включились, помогли финансово, когда мы приехали, спонсоров достаточно много, и когда мы приехали, и вот это был волейбол, и когда полный зал, они говорят, у нас времени ограничено, давайте мы будем врезаться в укороченные партии. Все сказали, нет, мы только большие, до трех ночи, до трех ночи, и с 7 утра уже шли игры, то есть, а какой настрой, когда вот это все происходит, и когда мы уже по окончанию сели, слушайте, это круто, вот это, когда мы сами вот за счет вот своих ресурсов, за счет связи, за счет возможностей это сделали, ну слушайте, молодцы, молодцы, с бюджетом каждый может сделать, без бюджета попробуйте. Поэтому вот и депутаты у нас в Заполярном районе, да, они большие все молодцы, они это подхватывают, эту тему, и мы очень много делаем. Я не буду уж рассказывать про все. Сколько обращений вот вы обрабатываете в среднем за месяц? Сколько обращений приходит? Сколько? Ну за месяц это бывает сложно, потому что выпадает там летние месяцы, потому что там отпуск. Ну в целом я хочу сказать, что официально зарегистрированных по 2020 году у нас было 83 обращения, на сегодняшний день попросил это самое посмотреть, 82 обращения впереди еще полтора месяца, да, но это официальных, а неофициальных, вот так вот, которые это самое идут по звонкам, ну мы их даже не считаем, потому что, ну, это норма. Какие-то сложные, да, мы их отрабатываем, там где документы необходимо подавать, а где по телефонным звонкам, или вот пример тоже, да, звонят с Каратайки. Виктор Николаевич, вот нам нужен стоматолог. Я говорю, ну все здорово, в чем проблема? Не едет нам стоматолог? Иду в поликлинику стоматологическую, они говорят, Виктор Николаевич, ну бюджета нету. Я говорю, хорошо, вот мы берем на себя, допустим, какие-то расходы. Вы готовы выехать в это самое, в бригаду врачей, да, это самое? Говорит, у нас очень много оборудования. Я говорю, даже если мы его берем на себя, вы готовы туда выйдем? Я говорю, то есть ваша готовность, да, то есть если мы все это дело делаем, там билеты, там это, да, ну чего? Решили, и они приехали, и они отработали две недели. Это как раз Союз Женщин России обратились письмом, я говорю, напишите письмо, мы будем отрабатывать. Отработали. У нас и авиаотряд включился, и все, то есть у нас очень много неравнодушных людей, которые вот готовы помогать и делают эту помощь. Причем они не кричат об этом на каждом шагу. Вот что радует. Они спокойно делают. И говорят, тише, тише, нам лучше не надо. Давайте мы спокойно сделаем. Мы же не за этим гонимся. И, конечно, после вот этих всех дел, когда у тебя, ты видишь результаты труда, когда депутаты видят результаты труда, когда команда видит результаты труда, когда они хлопают, когда мы решили сложную задачу, и нам люди сказали спасибо, здорово. Самое главное, и с нашей стороны мы всегда стараемся говорить спасибо. То ли поблагодарить там грамоту, благодарность, да и вообще в газете где-то написать, и в соцсетях об этом сказать. Поэтому здесь такие моменты всегда радуют. Виктор Николаевич, какие ближайшие планы вот в конце программы? Расскажите, какие-то намечены у вас поездки, решение каких-то вопросов? Коротенечко. Ну, планы у нас бюджет на следующий год. Это сейчас основная задача Совета Заполярного района. Вот, а так, конечно, поездки. Вот сейчас тоже вернулся из поездки Великовисочная. Вот, сходил, посмотрел на детский сад. Там всегда было холодно. Вот сейчас пришел, там живут строители, они уже к концу недели должны его закончить, сдавать. Слушайте, ну, два месяца. Они сделали, в нем тепло. Вот в нем тепло. Окна у них где-то открыты, потому что там запах краски и все остальное. Ну, делают, мне понравилось. Я уж не знаю, насколько будет тепло зимой, когда там ветер и все остальное. Но люди подошли ответственно. Вот к таким и подрядчикам, к таким организациям, конечно, всегда хочется сказать спасибо. Но, а уж нерадивых, это наша задача, мы будем спрашивать. Виктор Николаевич, спасибо, что вы нашли время, пришли к нам, рассказали о проблемах Заполярного района. Приходите к нам еще. А я напоминаю, что в гостях нашей программы был Виктор Ильин, глава Заполярного района. И мы говорили об обращении граждан. До встречи в эфире. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»